Представьте себе тихую октябрьскую ночь 1957 года, когда в степях Казахстана группа изможденных людей, не спавших двое суток, замерла у пультов управления, зная, что через несколько минут прозвучит либо триумфальное бип-бип, либо гробовая тишина провала. Что бы вы почувствовали, если бы знали, что от этого запуска зависит престиж целой страны, а любая ошибка означает конец карьеры и, возможно, нечто худшее. Долгие годы за кулисами создания первого спутника скрывались драматические истории, отчаянные решения и человеческие судьбы, которые сегодня мы готовы вам рассказать. Зима 1956 года выдалась морозной даже для Подмосковья. В конструкторском бюро Сергея Павловича Королева на улице Королева царила напряженная атмосфера. 30 января правительство подписало постановление о создании искусственного спутника Земли массой 1000-1400 килограммов. Этот аппарат, названный «Объект-Д», должен был нести сложное научное оборудование и стать венцом советской науки. Но никто не мог предположить, что амбициозный проект обернется кошмаром затяжного проектирования. К лету 1957 года стало ясно – «Объект-Д» не готов. Научная аппаратура оказалась слишком сложной, вес превышал допустимый, системы отказывали на испытаниях. Королев нервничал, курил одну папиросу за другой, понимая, американцы дышат в затылок. Разведка докладывала, США планирует запуск своего спутника в рамках Международного геофизического года. Кто первым выведет аппарат на орбиту, тот и выиграет космическую гонку. Свидетели были в шоке от увиденного, когда в августе Королев собрал узкий круг доверенных лиц и объявил «Делаем простейший спутник, без всякой науки. Главное – летать и пищать». Эти слова потрясли всех присутствующих. Михаил Тихонравов, ведущий «Баллистик», попытался возразить. «Сергей Павлович, но мы же планировали серьезные эксперименты. Королев оборвал его. Серьезные эксперименты проведем потом. Сейчас главное – быть первыми». И тут произошло невероятное. За три месяца, работая практически без выходных, конструкторы создали то, что войдет в историю как ПС-1. Простейший спутник-1. Олег Ивановский, молодой инженер, которому поручили руководить сборкой, вспоминал. «Мы работали по 18 часов в сутки. Домой приходили только переночевать. Жены не видели нас неделями. Моя супруга как-то сказала, «Оля, ты женат на работе, а не на мне». Я не знал, что ответить. Конструкция спутника действительно была простой до гениальности. Алюминиевый шар диаметром 58 см, состоящий из двух полусфер, скрепленных 36 болтами. Внутри радиопередатчик, батарейки, термореле и вентилятор. Четыре антенны торчали в разные стороны, как усики у жука. Общий вес 83,5 килограмма. Можете представить, как смотрелась эта блестящая игрушка рядом с громадиной ракеты Р-7, которая должна была вытолкнуть ее в космос. Но самое страшное было впереди. Ракета Р-7 изначально создавалась не для мирных целей. Это была межконтинентальная баллистическая ракета, способная донести ядерную боеголовку до США. Ее испытания начались весной 57-го года и проходили с переменным успехом. Первый пуск 15 мая закончился взрывом. Отказал двигатель, ракета рухнула в степь. Второй пуск 12 июня тоже провалился. Только 21 августа «семерка» впервые долетела до заданной точки на Камчатке. Долгие годы это оставалось тайной, но решение о запуске спутника на непроверенной ракете было авантюрой чистой воды. Королев прекрасно понимал риск, но выбора не было. 4 октября 1957 года на космодроме Тюра-Там, который позже назовут Байконуром, собрались те, кто создавал чудо. Военные, инженеры, техники, медики. Все знали, что сегодня решается судьба не только проекта, но и их собственная. Николай Лидаренко, разработчик системы питания спутника, в последний момент обнаружил, что одна из батарей показывает пониженное напряжение. «Сергей Павлович, надо менять!» крикнул он Королеву. Тот посмотрел на часы. До старта оставалось два часа и произнес «Летим как есть, времени нет». Лидаренко побледнел, но возражать не посмел. «Что бы вы сделали на его месте, зная, что неисправная батарея может сорвать всю миссию?» В 22 часа 28 минут по московскому времени прозвучала команда «Ключ на старт». Двигатели «семерки» ревели так, что земля дрожала под ногами наблюдателей. Ракета медленно, словно нехотя, оторвалась от стартового стола и пошла вверх, оставляя за собой огненный след. Королев стоял у перископа, вцепившись побелевшими пальцами в поручень. Рядом с ним Михаил Тихонравов шептал какую-то молитву, хотя всю жизнь был убежденным атеистом. Через 295 секунд центральный блок ракеты и спутник вышли на расчетную орбиту. Еще 20 секунд томительного ожидания, и из динамиков послышалось тихое, но отчетливое «бип-бип-бип». Никто не мог предположить, какой эффект произведут эти простые сигналы. В бункере управления на мгновение повисла тишина, а затем взорвался ликующий рев. Взрослые мужчины обнимались и плакали, не стесняясь слез. Можете представить, что творилось в душе Королева в тот момент? Человек, прошедший через сталинские лагеря, чуть не расстрелянный в 1938-м, годами работавший в шарагах, наконец-то доказал всему миру, на что способна советская наука. Его жена Нина Ивановна позже вспоминала. «Когда Сергей вернулся домой через три дня, я его не узнала. Он постарел лет на десять за эти месяцы, но глаза горели, как у мальчишки». Весть о запуске спутника облетела мир за считанные часы. 6 октября газета «Правда» вышла под огромной шапкой. Первый в мире искусственный спутник Земли создан в советской стране. В США началась паника, которую журналисты окрестили спутниковым кризисом. Президент Эйзенхауэр срочно созвал совещание. Американцы не могли поверить, что русские опередили их в космической гонке. Эти слова потрясли всех присутствующих на заседании Конгресса США, когда сенатор Линдон Джонсон заявил, «Советы контролируют высшие небеса. Скоро они будут сбрасывать на нас бомбы из космоса, как камни». Началась истерия. Американское правительство выделило миллиарды долларов на космическую программу, создало НАСА, ускорило работы по собственному спутнику. Маленький блестящий шарик весом меньше центнера изменил ход истории. Но за триумфом скрывались драмы. Конструктор Глеб Максимов, отвечавший за систему терморегуляции спутника, через два месяца после запуска попал в больницу с инфарктом. Врачи сказали, переутомление, стресс, недосып. Борис Чекунов, создатель антенной системы, развелся с женой. Она не выдержала, что муж пропадает на работе месяцами. Вячеслав Лаппа, занимавшийся системой отделения спутника от ракеты, признавался друзьям. Я до сих пор вижу кошмары, что спутник не отделился и рухнул обратно на Землю. Сам спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года. За это время он совершил 1440 витков вокруг Земли, пролетев около 60 миллионов километров. Радиопередатчик работал две недели, пока не сели батареи. Миллионы людей по всему миру собирались у приемников, чтобы услышать легендарное бип-бип. Для советских граждан это был звук победы, для американцев – звук поражения и унижения. История создания первого спутника – это не только история технического триумфа, но и история человеческого духа. Королев и его команда работали в условиях жесточайшего прессинга, зная, что малейшая ошибка может стоить им свободы или жизни. Они создавали будущее, не имея ни опыта, ни образцов, ни даже уверенности в успехе. Они шли в неизвестность, рискуя всем. Сегодня, когда на орбите Земли летают тысячи спутников, трудно представить, каким прорывом был запуск того первого простейшего аппарата. Он не нес сложной научной аппаратуры, не делал фотографий, не передавал важных данных. Он просто летал и пищал. Но этого оказалось достаточно, чтобы изменить мир. Память о первом спутнике живет не только в музеях и учебниках истории. В честь него названа равнина на Плутоне. 4 октября в России отмечается как День космических войск, а слово «спутник» вошло во все языки мира без перевода, как символ советского научного превосходства. Если эта невероятная история о создании первого спутника вдохновила вас, если вы почувствовали гордость за тех людей, которые сделали невозможное, поставьте лайк и напишите в комментариях, что для вас значит подвиг Королева и его команды. Как вы думаете, смогли бы современные ученые создать такой аппарат за три месяца? Поделитесь своими мыслями о том времени, когда мечты становились реальностью. Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди еще много историй о людях, которые творили чудеса. Спасибо, что были с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!